здравствуйте друзья письмо меня зовут наталья 25 лет около полугода смотрю ваш канал и в первую очередь хочу сказать спасибо и так далее мне очень интересно ваше мнение о вопросах которые можно задать на собеседование чтобы найти человека с которым тебе будет легко и приятно работать я то обычно с той стороны да вот как как пройти интервью успешно так и приятно работать я работаю финансовым аналитиком сейчас мне позвонили взять позволили взять помощника младшего аналитика скорее всего выпускника университета без опыта работы я знаю что спросить по поводу его знаний я знаю что спросить по поводу знаний по специальности но это не главное мне нужно будет обучать человека и очень тесно с ним сотрудничать и мне очень хочется чтобы это было легко и приятно обоим в интернете есть масса вопросов для собеседования правда но возможно про собеседовав множество людей вы знаете какие из них лучше всего помогут понять человека ясно что объективно неадекватный человек виден сразу объективно неадекватный ну да но подскажите пожалуйста на что обращать внимание чтобы найти человека который может в первую очередь руководствоваться здравым смыслом о как задачи поставлены здравым смыслом будем будем обсуждать ну что же как я уже сказал моя конечно экспертиза то больше с другой стороны я не не то чтобы там много народу интервьюировал с этой стороны пока приходилось немножко да я могу бы сказать смешной случай так к слову прежде чем мы начнем был у меня страховое агентство и было это лет может быть боюсь соврать ну 15 назад где-то там 15 13 и нужно было человека на буквально в офис ну такую простую работу выполнять офисную без без лицензии там без ничего просто в телефон отлично стали искать человека я где-то там на на каком-то сайте русском там на барабане что повесил объявление нужен человек в офис там туда-сюда приходили разные люди но так в общем достаточно но не такие были чтоб хотелось вот нанять а тут приходит девушка одна женщина молодая лет 32 одесситка такая знаете колоритная с говорком таким и ну такая знаете пышечка так мало того что пышечка а тут еще ну я даже не знаю как сказать вот 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 верка сердечко отдыхает вот и все это еще обнаженное такое знаете вот вот так вот так ну и и мне даже как-то неудобно было смотреть на такое то есть я как-то так сторону это ну думаю ну уже вот а софия мы когда с ней обменивались но она женщина а софига ягод вообще никуда смотреть не могла только туда вот туда вот то есть она этим своим как бы предприятием лишила нас способности рассуждать как тут вот в рамках здравого смысла но но она была хорошая девочка такая ну все не замечательно было единственно что она была не в состоянии делать эту работу она не не пользовалась нормально там компьютером то есть она не могла ну не просто не умела не умела пользоваться компьютером она никогда не пользовалась или может быть пользовалась как то очень ограниченное не знаю то есть простую Такую офисную работу она не могла делать Мы ее через две недели Отправили, потому что она нам нравилась Она просто не могла этого делать И Так вышло Но к чему я рассказываю, что Они же, понимаешь Тут кто-то у нас В комментариях написал, что Женщина это вообще биологическое оружие Что мозги вышибают человеку И дальше вот вся его жизнь идет наперекосяк Ну это я так С моей точки зрения это шутка такая Так вот К найму уже посерьезному Я не знаю вы обратили внимание или нет Я рассказывал про то, что мы Уже год Употребляем тесты Которые для нас Ну не для нас вообще делал там Михаил Бородянский И У нас все студенты идут через эти тесты И мы в течении года накапливали Накапливали информацию Чтобы посмотреть нет ли Каких-то таких четких Зависимостей между тестами И вот то, что В людях есть какие-то качества И так далее С нашей точки зрения Что обнаружилось Интересно Вот мы недавно подбивали там В итоге Обнаружилось, что вот на стороне индийской Корреляция очень четкая То есть мы можем Вот по некоторым признакам Можем точно сказать, что у этого человека Ничего хорошего с ним не будет Вот прямо вот в лоб Вот так вот идет На русской стороне Этого нет То есть Самые успешные И самые неуспешные Как бы У них такие тесты Что вот не скажешь Но во всяком случае Мы недостаточно пока влезли Чтобы увидеть это Вот мы не видим А там прямо раз Почему? Потому что Разные проблемы Вот на Индийской стороне У нас проблема в том Что человек Такой знаете Он перепуганный Он несамостоятельный Он ждет какого-то действия Вот эта категория Которую я называл там Ни рыб, ни мясо Вот это ни рыба, ни мясо Очень сильно присутствует Они Они У них нет негативизма Они не Не злобствуют Они не завидуют Они не говорят Посмотри Сколько человек В классе 40 человек Умножаем на 4000 В этом 160 тысяч В одном только классе 160 тысяч А сколько там этих классов У них нет этого Они абсолютно Не думают Но у них свои проблемы Так вот То есть У них не получается По одним причинам А допустим На русской стороне На русскоязычной стороне Другие причины Я к чему рассказываю Потому что мы Пользуемся Пытаемся тесты найти Потому что Это проблема Как найти человека С которым можно работать Который будет успешно И с которым Ну можно сварить кашу Вы же фактически То же самое сейчас Пытаетесь делать Вы должны нанять человека Просто мы их нанимаем 500 человек в год А вы их нанимаете Допустим одного Пока И он у вас первый Мое такое Пожелание Что ли Совет По жизни Не относитесь К этому Как К чему-то Что должно обязательно Получиться Если вы это будете Хорошо делать Если у вас Не получится Нанять адекватного человека Или такого Что вот вы сказали Эх Правильно я его взяла Там это Нормально Это абсолютно нормально Бывает что и неправильно Бывает что Уже и в моем возрасте И тоже неправильно И вроде уже Вроде опыт есть И что-то А все равно неправильно Потому что человек Мы же с вами не экстрасенсы Вот там знаете Там из Как там передач Называется Там пришли Считали И все про него Рассказали А рядом стоит Там бабушка покойная И все про него Рассказывает Дух Дух стоит Мы так не умеем Вот поэтому Поэтому мы ошибаемся И не надо этого бояться Значит Когда вы человека нанимаете Теперь мое видение Значит Когда вы человека нанимаете Вы хотите понять Что Он первое Будет выполнять ту работу Которую ему дают То есть он Не из категории Я сам знаю Я лучше знаю Он никого не слышит Он там В своих мыслях Каких-то И Это не всегда видно Это не всегда видно Он может быть таким Активным Энергичным А дальше выясняется Что он не слышит Но Вы конечно Можете иногда Это увидеть Например по вопросам Если человек систематически Не то что разово Но систематически Отвечает не на ваш вопрос То это человек С которым трудно работать Есть люди Которые очень Как сказать Обще Так широко Отвечают Ты ему даешь вопрос А он как пошел Сразу 10 вопросов ответил И не один раз А вот так все Что спросишь Он сразу как пошел Рассказывать Остановить нельзя Вот Я бы воздержался Потому что Это человек Который как бы Он не вполне адекватен Вот Задачки Такой Знаете Есть такая манера Вот у программистов Особенно Там Любят задачки Давать такие На логику Ну вот Например Ну я не хочу Ладно Не буду туда лезть Но вот Типа знаете Как вот Давай с Василием Ивановичем лучше Вот как подходит Фурманов К Петьке И говорит Петька Вот Сколько ты можешь съесть яиц натощак Он говорит Пять могу съесть Эх Гает Фурманов Петька говорит Натощак можно съесть только одно Остальные то уже будут не натощак А Говорит Петька Идет к Василию Ивановичу Говорит Василий Иванович Ты сколько можешь съесть яиц натощак Тот говорит Десятку могу Говорит Василий Иванович Ну вот сказал бы ты пять Я бы тебе такую хохму рассказал Так вот А при чем смысл хохмы Смысл хохмы в том, что натощак можно съесть одно Вот такие логические задачки И пытаются подловить, насколько человек понимает задание Насколько он ухватывает и так далее Я вообще, говоря, против того, чтобы живого человека Какими-то схемами, трюками, вопросами и так далее Я не считаю, что это на самом деле о нем много говорит Это просто люди, которые вот так пошли погуглили чего-то Им говорят, о, смотри, вот гугл Или, например, у них позиция одна А желающих тысяча Вот там Майкрософт, Гугл, там, я не знаю, Фейсбук Вот, ну что им бедным делать? Вот они тогда начинают придумывать что-то Но не это главное Вы нанимаете начинающего человека Младшего аналитика Смотрите вот что Насколько он интересуется профессией Интерес профессии у студента Если это выпускник университета Проявляется в том, что он Ну, во-первых, он хорошо учился, это важно Второе, он был вовлечен в какие-то вот Extra curricular activities Я не знаю, какие там кружки, какие-то секции Может быть, он в каком-то там, в каком-то Какой-то блог ведет Может быть, он в социальных сетях что-то такое делает Связано с профессией Ну, посмотрите на него Но есть люди, которые вот не рыб, не мясо В профессии им все равно, чем заниматься А есть люди, которые в профессии И они увлекаются, интересуются У вас есть, что предложить этим людям Понимаете, он приходит к вам А у вас есть, что предложить У вас есть профессия Вы можете дать ему какой-то опыт Я не знаю, что конкретно делает Профессию аналитика Профессия аналитика Что является там сильно привлекательным Но вы можете ему предложить то, что привлекательно Поэтому часто бывает, что совершенно замечательный человек Ну вот, просто молоденький еще Жизненного опыта нет Если ты его спросишь А что вот тебя конкретно интересует Да он не знает Но он как, знаете, стволовые клетки Что хочешь Вот любую форму примет Если, ну, попадет в какую-то среду В этом же прелесть молодости Что, как бы, податливый материал И если есть внутренний интерес, мотивация То это вот то, что вы хотите С одной стороны С другой стороны Вы с ним близко работаете Соответственно Если он что-нибудь не сделает Вам придется за него делать То есть вы хотите, чтобы ты был ответственный человек Человек, который в состоянии работать с другими людьми Это отдельное качество Может быть, очень интеллектуальный И очень мотивированный человек С другими работать не может Он все больше сам по себе Вот сел в углу и фигачит Поэтому Спрашивают Вот говорят Приходилось ли тебе Какой-то тимворк, допустим В жизни делать Может быть, на проектах Студенческих Может быть, ты где-то подрабатывал Может, он пока учился Подрабатывал в Макдоналдсе Какой-то тимворк Приведи пример Расскажи А как это было Вы хотите увидеть Что он берет на себя ответственность И что он не пытается Отойти в сторону И там где-то вот Что-то такое поделать А то, что тим Это отдельно Вот Может быть, такие вещи Что еще Люди Давайте я так скажу Есть разные исследования На эту тему И я встречал Разные цифры Ну вот Они говорят так Что человек Нравится или не нравится Через там Вот какое-то количество секунд Начиная там Какие-то люди говорят Там от 4-5 секунд Кончая там 18 секундами Там, я не знаю То есть, грубо говоря Вот он приходит на интервью Да, он говорит Здравствуйте Там Как поживаете Нормально доехали Хорошо Так может вам чайку, кофейку Там водички Психолки В этот момент В этот момент А он говорит Да или нет Или улыбается Как-то и так далее В этот момент Пишут Психологи пишут Это как бы массово Это не то, что один где-то написал Они говорят В этот момент Уже как бы Человек понравился Или не понравился И Вы еще ничего не знаете Там Как учился этот человек В университете Вы не знаете Есть ли у него какой-то опыт Может ли он о нем Связанно рассказать Понимаете Чем он в жизни интересуется Как он себя видит Там через 3-4-5 лет Вы ничего этого не знаете Но он вам уже нравится Или не нравится И это существенно Потому что вам с ним работать И Если вы будете интеллект включать То вы можете сильно ошибиться Потому что Вот это вот чувство Которое возникает Вот это вот Невербальное общение Да Как у нас говорят Non-verbal communication Non-verbal communication Тоже я сейчас уже Не помню цифры Но там пишут Что-то Колоссальный процент Общения между людьми Вот этого communication Это non-verbal Там чуть ли не 35-40 процентов Non-verbal Представляете Поэтому Дайте возможность Вот этому non-verbal communication Произойти Доверяйте ему То есть Если вы чувствуете Что-то не наш человек Значит Ну значит не наш Значит не легло Вот Так что Пытайтесь Когда человек говорит что-то Пытайтесь Увидеть что-то Кроме слов Потому что Слова Это может быть 20 процентов Того что этот человек Вам на самом деле говорит Если вы будете Опираться только на слова То вы Вы сильно потеряете И Есть фраза Одна Которая Три дня Меня так Держало на привязи Я никак не мог Смириться с этим Я смирился Но Это у меня заняло Три дня Когда я первый раз Я услышал На каком-то там Семинаре Ты не можешь сказать Неправильную вещь Правильному человеку Правильный человек Слышит За пределами того Что ты сказал Понимаете Поэтому Будьте правильным человеком Вот Пришел там молодой человек Или там девочка Или там после университета И что-то говорит Но Я рассказывал Может быть историю Как Я интервьюировал Титаяночку Молоденькую Только из университета Девчушку Лет Не знаю Двадцать три Мастер дегри Компьютер сайенс Такая восторженная Глазки светятся Ну Солнышко такое Просто очарование И Я говорю Кем ты хочешь Быть там Через Не знаю Там Пять лет Она Наивная Она такая Знаете Открытая Просто вот Она говорит In between us Говорит Да Я говорю Just you and me И Да И она говорит Я хочу Говорит С моей мамой Там Войти в мамин бизнес По Fashion design Там Модный бизнес Я говорю А что ж ты сейчас не войдешь Она говорит Так Хочу заработать С деньгами прийти Я говорю Так а что ж ты сразу В университет не пошла Изучать fashion design Что тебя занесло-то В компьютер сайенс Она говорит А это мой бэкап Да Запаска моя Вот И И Я хочу сказать Что с точки зрения Того что было сказано Это совершеннейшая катастрофа Ну совершеннейшая катастрофа С точки зрения того Что я ее старше Там вдвое Ну там Два с половиной раза И В смысле жизненный опыт Может быть 25 раз И так далее Я Я конечно понимаю Что девочка такая Такое солнышко И такая умничка И все такое Вот посади ее на какую-то работу Вот Ну скажем Не знаю Тестировать Программировать Ну что-то Вот что там выпускники Computer Science делают И она увлечется И она Будет прекрасно это делать Потому что она светится вся Понимаете И И она забудет про свой fashion design Как я не знаю что Вот А еще мальчик там подвернет Хороший Так господи Какой там нафиг fashion design Но Тоже Я вам говорю Вот там Будьте взрослые Но вы сами Еще маленькая Ну 25 лет Ну то есть Конечно Не 18 Не 19 И вы уже не сразу После университета Но все равно То есть Пройдет какое-то время И вы скажете Боже 25 лет Я сейчас Знаете Мы со Светой иногда Я говорю Слушай Как же так Родители бедные Что же мы Мы женились Ей было 18 Мне 19 Я говорю Боже Я себя представляю В качестве родителя Который такой И Ну мы же не понимали Нам казалось Что мы такие взрослые Когда Свете Женщина В ЗАГСе Которая заявление принимала Подсчитывала Вот там Эти месяца То есть Есть ей уже 18 Или нет Еще 18 А мне там было 4 месяца После 18 И она Очень Как Это я взрослая Фифа Значит И тут Вот Поэтому Не пытайтесь Быть старше Чем вы есть Правильно Это здорово Это здорово Что вы молодая Это здорово Что у вас есть Возможность Задуматься Над такими вещами И получить Какой-то опыт жизненный Это самое ценное Во всей этой истории Получится Не получится Я не знаю Не получится Значит будете Самое Анализировать опыт А получится Значит Мой совет Скажите Надо же Вот Все условия были К тому Чтоб не получилось А получилось Вот И чем больше Вы будете доверять Интуиции Первому впечатлению Там и так далее Нежели словам Которые люди говорят Тем лучше получится Вообще Где-то я читал Что Мужчины Они как бы Более логичны В принятии решений А женщины Более интуитивны И вот При этом При всем Женщины С точки зрения Процента Правильных решений У них выше Процент Правильных решений Чем у мужчин Логический Потому что Интуитивный Он глубже Он цепляет Такие каналы Которые Недоступны логике Понимаете Поэтому Вот Вот Just Just do it Идите Пробуйте Смотрите Может быть У вас Какие-то критерии Сложатся Вообще Если бы Вы проинтервьюировали На одну позицию Скажем Человек пять А потом Из пяти Взяли бы Например Ну я не знаю Троих Которые вам понравились Я не знаю Как процесс Вообще у вас построен Но Я бы привлек Людей Которые постарше Поопытнее Там разные люди И на одном этапе Скажем Из пяти Отобрали двоих На втором этапе Из двоих Отобрали одного Но Просто большее количество Людей Участвовало В интервьюировании Это Может быть У вас нет свободы В том Чтобы определить Как это делать Может быть У вас компания Решает Такие вопросы Но Вообще Обычно Один человек Не принимает решения Там Есть еще люди Вокруг вас И очень часто Команда Говорит Не годится У нас было много случаев Когда менеджер Говорит Берем вот этого Команда говорит Нет Вот сколько хочешь У нас такого И менеджер говорит Раз команда сказала Нет Я уже не могу Бывает мы там Попросить за кого-то Хотим Или что-то Менеджер говорит Да я бы взял Но Команда Отказывается Говорит Не наш человек В общем Я и не думал Столько времени Это все рассказывать Так оно как-то Ушло Я думаю Там пять минут Поговорим И все Такая вот история Счастливо Пошел работать